В Люберцах прошел второй тур открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой». Участники, которые успешно прошли первый этап конкурса, выступили на сцене Дворца культуры. На праздничном галоконцерте побывали и мы. «Приди и пой» – этот призыв уже в 16-й раз объединяет талантливых жителей городского округа Люберцы. Отличие этого фестиваля в том, что выступить на сцене могут люди разных возрастов, исполнители разных репертуаров, как солисты, так и ансамбли. Одним словом, здесь рады всем, кто умеет петь. Сейчас проводятся различные конкурсы, там есть 60+, маленький и средний, то у нас такой фестиваль, он всеобъемлющий, то есть он очень широкий по своему охвату. И у нас нет такой задачи, чтобы отобрать только профессионалов. А самое главное, чтобы найти людей, которые очень любят это делать, увидеть какую-то у них перспективу и дать такой старт в будущее. Бессменный председатель жюри Александр Шаганов не пропустил ни одного фестиваля «Приди и пой». Признается, что каждый раз выбирать лучших среди лучших все сложнее и сложнее. Но у поэта-песенника свои критерии, по которым он оценивает конкурсантов. Знаете, я вот ориентируюсь на такие позиции нужности. Вот артист маленький пускай, его нужность, так сказать. Вот я представляю, что он будет петь для нашего зрителя, для русскоговорящего, для людей, которые живут в России. И для того, чтобы зрители потом сказали, он поет для нас. В первом этапе фестиваля было 140 участников, и только 63 получили право выступить на заключительном туре. Для многих исполнителей «Приди и пой» не просто конкурс, а уже старая добрая традиция. Я уже тут выступаю в четвертый раз. Четвертый раз прохожу финал. Чаще всего я занимаю лауреат первой степени, была один, третий. И сейчас я надеюсь, что выйду в первый, но моя мечта занять гран-при. А для Софии Петросян это пока второе участие в фестивале. В прошлом году девушка также прошла в финал. Заняла третье место в номинации «Эстрадный вокал». Главное – это получить удовольствие от пения, главное – это произвести впечатление на зрителя. А место, номинация – это уже все приходящее и уходящее. Это то, из-за чего можно порадоваться, но никак нельзя расстроиться. Участников вокального конкурса распределили по пяти номинациям. Во всех возрастных группах определяют лауреатов первой, второй и третьей степеней. Но дипломы и памятные подарки получит каждый, кто пришел и спел.